Приветствую вас. Я бы сказал, что в вашем рассказе очень много жертвенности. В вашем рассказе очень много вот про то, что вы себя обесцениваете. То есть в вашем рассказе очень много обесцениваете себя. Ну вот, к сожалению, мне так это видится, что вы себя очень сильно обесцениваете. И отношение к вам мужчины это не следствие того, что он копирует модель поведения в своей бывшей жизни. Хотя это играет, конечно, важную роль. Но его отношение к вам это результат вашего отношения к себе. Это то, как вы относитесь к себе. То, как вы воспринимаете себя. Это то, как вы видите себя. И вы видите себя как раз таки достаточно негативно. Вы видите себя как раз таки достаточно обесценивающе. Вы видите себя как раз таки достаточно не самостоятельно. Вы действительно воспринимаете себя таким образом. Как будто вы без... Вы действительно воспринимаете себя таким образом, как будто вам действительно не меняется. Вот именно что маленькая, именно что не самостоятельно и так далее. И вы представляете себя как человека, который не может выносить напряжение, связанное с конфликтами. Которому нужно снять это напряжение любой вообще ценой. И который не может в этом напряжении находиться. Который может быть боится, да? Ну, не знаю, остаться в одиночестве или там быть брошенной. Вот. И чем быть вы проявляете себя как человека, который хочет угасать людям. Вот. Который склонен угасать людям, как мне кажется. Вот. Я могу ошибаться здесь, конечно. Но, тем не менее. Это такой очень очевидный момент. Ну, такой достаточно очевидный момент, да? И обратите внимание. Что значит все это? То есть мужчина вами манипулирует. Вы находитесь у нездоровых, созависимых, фотомазогистичных отношений. Это значит, что вы склонны себя обвинять. А мужчина озеркаливает, отражает вам. Вам. То, как вы относитесь к себе. Как дальше этим быть? Это обещает вам. Но сначала нужно разобраться в себе. Этим вопросом. И перекладывать ответственность на нас. Меня тихотит такое отношение ко мне при вторых. И чувство вины, которое у меня всегда было сильное. Которому он же заветовал мне избавиться. И шикаром с ним встречались. Чувство вины нужно поработать и вас освободить. Чувство вины – это стремление оправлять надежды других людей. Это иллюзия. Это невозможно. С другой стороны, если у вас не будет чувство вины в отношениях с этим мужчиной, то вряд ли будет. Человек сам по себе меняться может не хотеть. То есть он, ну, он может не захотеть меняться. Человек. И тогда вам придется либо принять его таким, как он есть, да? Либо идти дальше. Вот. Мы любим друг друга, я без него не хочу. А вот это вопрос того, что вы себя представляете сами по себе. То есть какая я без, ну, без кого-либо. Куда я стремлюсь без кого-либо? К чему я иду без кого-либо? Чего я хочу без кого-либо? Что для меня важно без кого-либо? Вот. Это больше, это больше про вот этот момент. И если вы, условно говоря, как-то сомневаетесь, да? Если вы чувствуете, что там, ну, что вы не совсем вот комфортно себя чувствуете, когда рядом никого нет, да? Если вы себя чувствуете нехорошо, то тут уже вам решать, что с этим делать. Там, условно говоря, у человека может быть такая ценность, да? У человека может быть такая ценность, что он ориентирован на других. Такая ценность может быть. Но ориентирование на других чего там стоит? В данном случае вам это стоит, ну, вот такого отношения мужчины к вам, который вас, как вы говорите, тягачит, тягачит. И вам нужно определиться, решить ли это, стоит ли оно того или нет. Стоит ли, условно говоря, вот, ваш выбор той цены, которую вы за него платите или нет? Стоит ли ваш выбор того жертвенного зависимого поведения по отношению к вашему мужчине или нет? И, конечно, обязательно, вот, обязательно есть причины, основания, по которым вы себя обвиняете и вообще, ну, наверное, сами в глубине решили считать, что вас есть за что наказывать. А мужчина просто этим пользуется, просто чувствует это и выбирает сознательно такого человека, так сказать, он сознательно выбрал вас. Если бы вы были другой, он бы с вами не был. Ему нужен только такой человек, человек, как вы. А история вашего предыдущего брака, как бы, показывает, что у вас в целом такая позиция, что вы себя обесцениваете. И ставите себя в зависимости от других людей, пытаясь с ними слиться, пытаясь им угодить. И, в итоге, вас обесценивают и отношения становятся невыносимыми. Так бывает, например, когда вы пытаетесь заслужить любовь. Так бывает, например, когда вы отчаянно нуждаетесь в другом человеке. Понятно, что каждый из нас нуждается в других людях, но вопрос здесь немножечко в степени. То есть, как мне кажется, в вашем случае нуждаемость в другом человеке, она больше, чем вы готовы адекватно за это платить. И, в итоге, вы платите своим истощением, вы платите давлением, вы платите напряжением, вы платите негативными мыслями, чувством вины и прочее. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Изучите, пожалуйста, тему созависимых отношений. Изучите тему созависимых отношений. Изучите тему созависимых отношений, простите, пожалуйста, треугольных Карпмана, а не психологическую игру. Это психологическая игра. Вот, треугольных Карпмана. Я думаю, вам станет понятно, о чём идёт речь. И дальше уже решите, что вы хотите с этим делать. Но важно понимать, что от того, что происходит, в любом случае, несмотря на то, что вам это не нравится, вы получаете определённую выгоду. Я даже знаю какую. Это возможность не принимать собственных решений, это возможность самостоятельно не делать выбор, это возможность постоянно находиться в борьбе. Потому что в борьбе легче принимать решения. Под давлением легче принимать решения. Легче себе что-то позволять, что-то разрешать. А без этого вы себе не позволили бы и не разрешили. И эта выгода, она может быть достаточно сильной. И она может вытеснять некоторые саморегулирующие тенденции в вашей психике. Вот. Это необходимо учитывать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Буду надеяться на обратную связь. Удальше. Удальше. Удальше.